Добрый день! Сегодня анбоксинг. Это запоздалое видео про Мою Вилонг ВРМ. Топовая трешка от компании Мою. Этот кубик я заказал очень давно, но на почте он где-то затерялся и ехал дольше месяца. И получил его как раз перед отъездом на чемпионат ЦТЦ в Москве. Ну и соответственно видео снять не успел. Но по возвращению я торопиться не стал и решил его все-таки чуть побольше покрутить, потом уже записывать видео. Давайте сразу посмотрим по комплектации. Естественно я его уже вскрыл. Коробочка поменяла свой вид в сравнении с предыдущими версиями. 3.47 действующий мировой рекорд по единичной попытке, который установлен на кубике GTS 2M. Ну и в честь этого решили возродить Лиенду. Она особо и не умирала. GTS 2. Ну вот в кубике ВР. Сам куб был вот в таком боксе. Так же как и GTS 3. Дополнительные детальки, которые позволяют из него сделать подставочку. Чтобы он вот так встает. Но здесь мы ничего нового не видим. Карточки. Инструкция. Тоже все стандартно. Интересно. Вот эта вот большая коробочка. Здесь, видимо, инструкция как пользоваться коробочкой. Не знаю, я не вскрывал ее и пока не собираюсь. Здесь есть комплект магнитов. Двух видов. Потолще, потоньше. Запасная крестовина. Сменные гайки. Видимо, другой жесткости. Отвертка для настройки. Ключик для настройки. Вот этого элемента двойной регулировки. И распорки для более четкой настройки. Как бы и все. То есть коробка с аксессуарами. Так она и называется. Открывать не буду, пока мне отсюда ничего не требуется. Но вот еще немного. И здесь можно было бы собрать второй куб. Осталось доложить ребра, углы. И был бы второй куб. Но, видимо, в следующей версии. Это мы все убираем. Это у нас не впечатляет. В чем же суть? Предыдущая версия. ГТС-3. Многим зашла. Многим нет. Но, в зависимости от того, понравились им рюшки или нет. Также понравилась всем сила магнитов. Или не очень. Меня сила магнитов устроила. И мне очень нравится ГТС-3. А как раз эти ребра. Они слегка не устраивают. Я к ним привык. Но было бы лучше без них. Поэтому, когда анонсировали VRM. Я ожидал, что это будет тот же самый ГТС-3. Но без рюшек. ГТС-3 выпускали еще версию с ослабленными магнитами. ГТС-3 LM. И вот после уже получается VR. По сути, название VR. Это вовсе не мировой рекорд. А Without Ridges. Ванильский шикарен. То есть, это без ребер. Без вот этих рюшек. И полное название кубика. Вилонг. ГТС-3 LM. Without Ridges. Магнитик. Ну, что-то такое. Ну, и сократили VRM. Вроде как и VR поставили. И все хорошо. И звучит. Кубик мирового рекорда. Почему бы и нет. Ну, маркетинговый ход. Пусть будет. Кубик выпускается в цветном пластике и в черном. Белый, не помню. По-моему, не было. Почему? Потому что ГТС-2, на котором поставили вот этот самый мировой рекорд в единичной попытке, был в черном пластике с наклейками. Ну, и вроде как классика. Ну, и цветная версия тоже есть для более современных куберов. Хотя я ничего не имею против черного пластика. Раньше был большим любителем только черного пластика и колор не уважал. Ну, в конце концов, практичность победила. Что можно сказать по кубику? Магниты здесь сильно слабее, чем в ГТС-3. В ГТС-3М. Версии LM у меня нет. Но на чемпионатах на скрамы мне не попадалось. И там оно слабее. Но мне кажется, в кубике VR оно еще слабее, чем в LM. Цветовая схема здесь такая же, как на ГТС-3. Размер 55,5 мм. Кажется, чуть меньше, из-за того, что, соответственно, ребер нет. То есть, все строение точно такое же внутреннее. За исключением рюшек и магнитов. Давайте на всякий случай откроем. Я сильно подробно рассматривать не буду строение, поскольку оно точно такое же. Но вот покажу. Ребро и угол. Слева VR-M. Справа ГТС-3М. Абсолютно идентично. ГТС у меня более грязный. Раз видно VR почище. Также и неокрашенный пластик. Внутренние элементы. Ну, все как и было. Разница только в рюшках. Изначально из коробки кубик вообще не смазанный. Очень сухой. Попробовал покрутить, и это было отвратительно. Это не было кручением топовой модели, к которому я готовился. То есть, я привык, что топовые модели из коробочки сразу хорошо вращаются и радуют глаз. С этим кубиком было не так. Он был сухой и вращался неприятно. Я добавил пару капель мару, но, видимо, зря. И он стал вращаться чересчур быстро. Настолько быстро, что это было неприятно. То есть, его невозможно было контролировать. Добавил густой смазки, и стало что-то более-менее. Первый день я открутил 100 сборок и, мягко говоря, впечатлен не был. То есть, кубик мне не понравился. Совершенно. Не понравился почему? Потому что я привык к более сильным магнитам. Я не хочу сказать, что кубик плохой. Ну, просто вот первый день он мне не подошел совершенно. Возможно, если его понастраивать, я на первой тысяче обычно кручу заводскими настройками, то что-то поменяется. Но пока нет. Чересчур слабые магниты. Слишком быстрый и непривычный. Отсутствие рюшек радует глаз. Радует то, что он стал более компактный. Рюшки у третьего ГТС увеличивали размер. Здесь все это компактнее и удобнее. Все рюшкам не мешали при вращении среднего слоя. Почему-то мне было некомфортно. Опять же, это дело привычки. Мне даже была мысль переставить магниты с ГТС-3 обычного сюда и получить то есть, ГТС-3 без рюшек. Стандартный, с нормальными магнитами, но без рюшек. Но, видимо, это будет сделать не так просто. Хотя, возможно, почему и нет. Если сравнивать с каким-то кубом, то, по ощущениям, это больше всего похоже на МФ-3, РС-3, М. На бюджетку от компании Кубинг Кланс Рум, собран от компании Мою. Те же цвета давайте дособерем, чтобы полностью сравнить. Видео будет, видимо, достаточно длинным, нудным, ворчливым, но куда деваться. То есть, вот он. МФ-3, РС-3М и ВРМ. Видим. Цвета все такие же, все такое же. И вращение максимально похоже именно на этот куб. Причем, когда ты берешь бюджетку МФ-3, РС-3, и оно вращается очень хорошо, даже некоторые участники команды Мою берут ее как основную трешку и там собирают на соревнованиях, то это круто. Бюджетный кубик с топовым вращением. И да, здесь можно примириться со слабенькими магнитами, которыми я не привык и прочим. На этом кубике я сотку обновил, если кто-то помнит видео про эту модель. И я радовался, что вот бюджетки на таком достойном уровне. но когда берешь кубик, который намного дороже и позиционируется как топовая модель, он вращается так же, но менее приятно, немножко расстраиваешься. Я не хочу сказать, что VRM плохой. Хотя возможно из моих слов это следует, но я говорю о том, что этот кубик не оправдал мои ожидания. я ждал не этого. Я предполагал, что такое может быть, но надеялся, что будет лучше. Сейчас на нем уже сборок 600, я не переставал его крутить, то есть я отсобирал в Москве, крайне посредственно отсобирал, ну, я мало тренировал трешку. И вот всю эту неделю я более-менее иногда в руки 3х3 брал, сотку так и не обновил. Да, вот сейчас потихоньку время пошло вниз. То есть я сравнялся со старыми результатами более-менее приемлемыми. Потихоньку я к этому кубику привыкаю. Получаю ли я божественное удовольствие в превращении? Наверное, нет. просто привыкаю к тому, что это вот кубик. То есть здесь нет такого, как вот Даян. Был Даян. Его берешь и восхищаешься. Ну, во-первых, от Даян давно ничего хорошего не видели, а это вышел Танг Юм. И все. Счастье. Здесь ну, как-то скомканное ощущение. Кубик хорош. Кто-то из топовых куберов у меня брал покрутить и положительно отзывался. Мое мнение, опять же, субъективно, я не являюсь топовым сборщиком в 3х3. Средний уровень. Ну, что есть. Все, кому не лень, уже поснимали видео про этот куб, ну, возможно, непредвзятое мнение кому-то будет интересно. А так, неплохой куб. Не совсем то, чего я ожидал. Но кубик неплохой. Хотелось бы чего-то другого. Ну, если бы они выпустили, возможно, как у Гана, возможность менять магниты, то я, наверное, радовался. Хотя, тут есть другие пружины, и можно попробовать с ними. Ну, тем более, двойную настройку никто не отменял. А, помним, вот эти вот голубые шайбочки, гаечки, вернее. Здесь можно винтик сам открутить, а гайкой закручивать. Ну, или как-то так. К примеру, на предыдущей версии ГТС не устроились заводские настройки. Я до сих пор на нем крутил, ничего не меняю. На видео я там что-то крутанул, пару щелчков, и все. Мне вполне устроило. Здесь посмотрим. Докручу тысячу. Могу сказать, что мне кажется, он стал чуть-чуть потише. Вот ГТС 3, будем называть ведущую версию ГТС 3. Вот ее. Чуть-чуть потише, мне кажется. Но опять же, это может от настройки. Вот у нас 3, уже более похоже вращение. Если вам понравился MF3RS3M, вам понравится VRM. Грустно, что приходится сравнивать с бюджеткой топовую модель, но они максимально похожи. это не в пользу VR, но в пользу MF3. Беткуб я рекомендую среди бюджетных. Можно сказать, что VRM более контролируемый, чем даян. В даяне я перестал много собирать из-за того, что он действительно неконтролируемый. Если собираешь даяном, сотку второй открутил, все, привык, все хорошо. Но если ты на чемпионате пособирал 4х4, 5х5, потом берешь в руки трешку, я не могу с ним справиться. Поэтому я вернулся на GTS 3. Здесь этот недостаток как бы компенсирован. То есть чуть больше контроля. Его все равно лично для меня недостаточно, но его больше, в даяне. Не считаю, что это куб обязательный для покупки. Конечно, принимать решения каждому индивидуально. Думаю, многим понравится. Я изначально, когда его анонсировали, я его заказал, чрезмерно долго его ждал, предполагал, что он приедет, я буду с ним счастлив, сяду и буду крутить на нем 1010 сборок, чтобы как-то улучшить свое время по 3х3, это как-то уже стыдно. Но, скажем, когда я взял этот кубик в руки, как-то запал полутих. Возможно, и не на нем буду я крутить эти 10 тысяч. А может и на нем время покажет. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.